итак друзья мои мы с вами пробуем сделать следуя инструкции шаг номер один это переведение вот этого контура на холст для того чтобы нам с вами перевести рисунок у нас имеется две калечки две калечки я думаю даны потому что одна калечка полностью не закрывает наши с вами изображения хотя хотя давайте посмотрим мне кажется что будет как раз то что надо потому что вверх у нас небо занимает мы накладываем вот таким образом наш рисунок видно что он у меня хорошо лег ровненько я воспользуюсь липучками вот этими которые крепят краски в наборе к коробке я просто вот все использую все что в наборе есть давайте прикрепим чтобы у нас наш эскиз не очень ползал все теперь я могу приступать к введению давайте посмотрим я выбрала черный линер не знаю хватит ли нажима такого потому что на линер нажимать сильно не хочется но можно отогнуть и посмотреть так что прекрасно переводится поэтому я считаю что линера достаточно конечно хорошо бы взять ручку но я тут выяснила что я как типичный сапожник без сапог все пищи и предметы у меня перешли во владение дочки потому что завтра она выходит после новогодних каникулов в школу ну и конечно же бегала сегодня в поиске в поисках пишущей ручки все у меня конфисковала а мне не терпелось приступить к работе и посмотреть как же себя вообще поведет этот набор честно говоря мысль раскрасить одну из раскраса просто масляными красками посещала меня уже очень давно и настойчиво взять обычный холст и раскрасить его масляными красками со смешиванием потому что принципе наверное у любого человека который мечтает освоить рисование как пик или скажем как венец мечтаний это именно своя картина маслом не акрилом не акварелью не пастелью а именно картина маслом или хотя бы попробовать но если вы посмотрите сколько стоит набора хотя бы стартовые масляных красок плюс во сколько вам обойдется холст небольшого даже размера подрамнички вы обнаружите что целесообразность вот таких наборов небольших она весьма велика потому что набор обойдется дешевле чуть ли не в два раза сравнению с тем как вы будете набирать все его составляющие просто в обычном художественном магазине сейчас вот недавно закончила мастер-класс по лавандовым полям и могу сказать что масло подорожало очень сильно в принципе обводить удобно все так прекрасно тут бумага хорошая качественная ничего не плывет не скользит не рвется у этого холста него акриловая грунтовка и я предпочитаю даже когда пишу самостоятельные работы маслом я предпочитала предпочитаю акриловую грунтовку а не масляную сразу могу сказать что маслом можно писать по акрилу наоборот нельзя то есть нельзя акрилом писать по масляной краски вы можете сделать подложку в какой-то работе из акриловых красок либо акриловой пасты фактурной и сверху писать маслом совершенно спокойно после высыхания естественно акри еще одна моя любовь помимо масла мастихины чем они мне нравятся опять же их не надо отмывать их достаточно вытереть сухой чистой тряпкой стереть маслом все их промывать не надо в отличие от кистей и то же самое касается если я на мастихине не хочу поменять цвет радикально допустим там черный на красный на белый то мне не надо мыть именно мастихина я просто против протираю его тряпочкой опять же мастихины недороги если кисти бывают совершенно заоблачными мастихины тоже бывают тоже бывают но все-таки обычные стандартные мастихины они недорогие как инструмент и купив один раз металлическую лопаточку она вам верой и правда и будет служить просто долгие годы испортить ее засушить ее вместе с краской невозможно ну то есть возможно но можно просто отскрести потом ножом то есть со всех сторон то есть как не подойди мастихин всем хороший инструмент здесь конечно такой размерчик маловатой для мастихинов я постараюсь маленькими обойтись к тому же меня есть подогнутые формы специально для вот таких мелочей но маки деревья это все достаточно крупная здесь мы с вами справимся вот домика кошечки это конечно на здесь без кисточки не обойтись ну никак так ну что у нас остался вот этот кусочек так и в принципе все я думала я здесь буду долго долго сидеть ну посмотрите как быстро и легко отвелся рисунок джип джип и готова я тут уже снизу отлепила пару скотчей потому что я их на маке налепил по неосмотрительности так ну и вот наш последний мак готов вуаля давайте мы снимем запасная калька мне понадобилось вот между прочим этот замечательный эскиз эти кальки можно использовать если вы докупаете просто холстики обычные там малевич и того же холсты на картоне используя этот эскиз эти кальки можно запросто перевести их еще раз и написать еще одну работу например в подарок итак смотрим качество перевода хорошая поднесу поближе вам покажу все четко понятно красиво ровно гладко и в общем-то заняло у меня 20 минут работы ну что ж перейдем к следующей части выполнению в цвете мы сейчас согласно вот этой инструкции шаг 2 переходим мы смешиваем белила с небольшим количеством синей краски и закрашиваем небо значит по своему опыту могу сказать что белила один из самых наиболее расходных материалов вообще масляной живописи поэтому я беру много белил и совсем немножко голубого цвета голубой здесь достаточно приятный вот так я его замешала красивый цвет не очень хоть ну как бы не хочется делать его очень темным потому что хочется сделать такое небо красивое мастихином помимо прочего очень удобно смешивать краски смешивать краски прекрасно допустим вот таким цветом небо я буду довольна кажется хорош это красивый голубой цвет может быть еще немножко синенького там мы с вами подумаем и так цвет я создала краски отодвинули палитрочку поставили и начинаем наносить цвет я попробую также работать естественно и кистью чтобы показать вам как работает этот комплект в родной комплектации но пока что давайте мастихинчиков цвет небо положим красивый голубой здесь выбран вообще их великое множество краска не застывает поэтому она вот можете ее возилкой до тех пор пока вы не останетесь довольны тем как она у вас легла пока никакие полосочки выглаживать не буду по работам жаньянчика я уже знаю что например очень любит небо писать гладко облака писать более фактурно мне такой подход нравится потому что пейзажи получаются очень объемными вот но это вот говорит нам о том что небо мы должны положить достаточно гладко ровно и аккуратно посмотрим получится ли у нас значит при работе мастихийным рабочим ребром является вот это ребро то есть вы выглаживаете краску от себя направлению от себя вот видно да холст впитывает в себя какое-то количество масла и это абсолютно нормальное поведение лишнее масло уберем и нанесем его дальше здесь мне не очень хорошо ложится потому что в этом месте у меня продавливается продавливается уголок мне наверное вот здесь нет принципе все достаточно хорошо ложится смотреть вот сейчас видно что я пожалела масло мешало недостаточное количество и мы с вами пошли дальше укладывать цвет небо он может получиться чуть темнее и это всего лишь даст большие цветовые вариации наши с вами работе то есть меня это нисколечко не печалит давайте проложим деревья если вы работаете кистью сейчас покажу я не буду брать самую тонкую кисть дабы не она мне пригодится вот здесь в домиках я покажу примерно как работаете кистью маслом то есть у вас будут более фактурные маски видно да потому что мастихин он позволяет именно выглаживать масло кисточка она наносит не так гладко как мастихин вот видно да но местами удобно ей прокрашивать а потом мастихином можно загладить боковинки например можно прокрасить кисточкой где-то где вы хотите более мелких частях если допустим вы там облачка хотите оставить до выкрасить кисточкой допустим покрасили мастихинчик должен быть желательно чистый не пачкать потом вы просто выглаживается то что вы накрасили кисточкой и у вас получается абсолютно гладенькое небо вот видно да то есть можно вполне сочетать кисть и мастихин вместе главное отличие которое дает мастихин работе это гладкость гладкость нанесения масляной краски по сравнению с кистью кисточки можно брать более такие нежные по ворсу значит так как цвета недостаточно недостаточно я смешаю еще масло вот так прокладываем видно что я не особо забочусь о том насколько у меня точно попадает оттенок в предыдущие потому что сам по себе мастихин он на работе масло замешивает после того как мы с вами закончим небо по идее к нему возвращаться уже больше бы не надо то есть вот как мы его закончим она больше трогаться у нас не будет а женмарк нам советовал смешивать сразу много света небо но так как я не очень много пишу маслом последнее время мне трудно рассчитать объем работа маленькая трудно рассчитать объем сразу я думаю что вам тоже будет трудно масло рассчитать вот с первого раза попасть нужны вот так здесь меня видите такие тоненькие облачка чтобы не опять таки не очень залезать не на облака и на кусты то есть вот здесь мы достаточно аккуратно подстыковываем и я конечно мастихином заглажу опять же если вы кисточкой работаете то вы просто выкладываете все небо так как хотите мазочками да так где у нас небо с вами еще должно быть в принципе она вот сюда подходит вот так здесь давайте синенького добавим помешаю еще масло так давайте смешаем еще и давайте мы здесь мой маслица проложим кистью чтобы не опять таки не очень залезать не на облака и на кусты то есть вот здесь мы достаточно аккуратно подстыковываем и я конечно мастихином заглажу опять же если вы кисточкой работаете то вы просто выкладываете все небо так как хотите мазочками да теперь нас вот эта вот часть вот эта часть давайте посмотрим это будет шаг 2 вот он он говорит нам что облака закрашиваются белым цветом то есть мы сначала облака закрашиваем белым цветом сюда я выдавлю белый белого масла и кисточкой не буду я не вытирать ничего кисточкой я добавлю облачка они более белые наверху такие более белые такие можно сделать местами с кисточки будет пролезать собственно масло то есть облачка у нас беленькие будут больше с этой стороны и спокойненько вот так сводите на нет примерно в голубое небо да там где-то они больше будут где-то они меньше будут вот по этой кромке опять-таки подводите облака к цвету неба и вы увидите что у вас кисть сама по себе смешивает белила с голубым цветом очень просто облака делаются я снова набираю белый белый цвет более густо кладу его по верху ну так а там где он прикасается с небом я просто его вот так вот втаптываю кисточкой цвет неба и он у меня как-то в него превращается опять-таки потому что масло исключительно мягкие исключительно мягкий податливый материал поэтому он так свободно смешивается и создает переходы масло рисует за вас главное я знаю по себе с этим материалом во время остановиться потому что поначалу после акрила так завораживает то есть смотреть как как материал вот этот вот так как эти масляные краски они сами по себе за вас создают растяжки над которыми мы с вами трудились прямо специально здесь ничего специально делать для этого не надо вы просто возю к эти кисточкой по границе аккуратненько да и у вас получается плавный переход вот он плавный переход получился такие вот облачка по моему вполне симпатичные дальше облачка у нас идут вот здесь и мы с вами их создаем небольшое количество контура она просвечивает через голубое небо поэтому старайтесь наносить белила соответствие с этим контуром небо которое подходит вот здесь в деревьям и здесь оно должно быть голубоватого цвета либо как-то более-менее плавно переходить в небо поэтому я нанесу вот остатки выдавленного белого цвета вниз вот сюда то есть чтобы она у меня кустиком подходила масло да вот здесь вот так вот так доходить до голубого неба пока не буду так давайте посмотрим где у нас еще есть эта белая дымка она есть вот здесь пока наношу только белое масло выдавлено она чуть голубовато и потому что подмешалась на кисточке значит здесь у нас есть немножко белого и здесь есть немножко белого так где еще осталось еще вот здесь здесь достаточно такой значительный кусок так что мы его видите чуть-чуть попадает голубого и сразу же сразу же он превращает белый цвет такой голубоватый да видите при том что я специально голубой цвет не беру просто немножечко взялся с цвета неба сейчас так подвели голубенькому вот так тщательно растерли давайте дальше пройдемся что-то из голубых используем здесь снизу потому что не хочется тратить дополнительно еще белила я стараюсь их сразу наверное не очень много расходовать хотя судя по рисунку дальше у нас расход белил будет не такой большой как именно на зоне неба небо наверное берет их больше всего зона неба я стараюсь при уже финальной вот сейчас проработки неба вести мазочки горизонтально то есть выглаживать масло куда-то в одном направлении так масло практически везде выложено теперь посмотрите используя остатки голубого остатки голубого я буду прокладывать его на стык между белым который я только что наносила и собственно голубым небом и тем самым достигается очень очень плавный переход за счет того что масло вообще у нас не сохнет она размазывается просто как масло какое-то поэтому все здесь очень плавно создается все очень красиво все очень естественно выглядит я конечно очень советую вам попробовать масляные краски хотя бы разик хотя бы разик чтобы понять а вдруг это ваша вы знаете потому что материал от акрила отличается по поведению на холсте конечно сильно пусть их даже но я не знаю их сложно сравнивать потому что чтобы достичь чтобы добиться такого поведения от акриловых красок вам нужно найти там сбалансированную пропорцию замедлителя загустителя да здесь же вам в масляных красках ничего не нужно то есть они сами по себе такие и вот так мягенько к цвету неба выводим видите фактически сложного то ничего нет ну конечно надо посидеть посидеть помазюкать кисточкой то есть вот вы прямо сидите и мазюкайте пока гладенько не станет ну и пошли вверх и вниз вверх вот вверх уже достаточно гладко получилось значит вниз осталось только сделать стараюсь мазюкать горизонтально чтобы такой был равномерная такая растяжка то получилось ну вот какая то такая она получилась давайте над домиком сделаем здесь будет конечно же потемнее здесь надо прокрасить потому что здесь труба домика по моему есть или нету нету знаете там нету трубы как-то я здесь трубу нарисовала трубы то там и нет так очень хорошая красивая такое прямо небо с градиентом получилось у нас есть у нас активный градиент светлый вниз и то что я вижу у меня сейчас вот здесь вот достаточно активно виден контур поэтому я сюда проложила немножко белил чтобы создать такое не знаю типа типа как будто облачко и небольшое облачко если вы как-то там хотите что-то вот здесь подсмешивать или где-то вообще с подсмешивать или или затереть больше то вы делаете это круговыми движениями мастихином то есть взяли и затерли видно да и затерли тогда какие-то градиенты у вас создадутся плавнее я вижу небольшое количество кое-где просвечивающих вот этих вот остатков от контура поэтому чуть жирнее краску сюда положу вот вот и все так небом я довольна небом я довольна здесь меня она не очень близко подошло давайте подмазюкаем потому что сейчас придет пора с нам с голубой краской распрощаться в этой работе потому что мы начнем с вами давайте посмотрим что мы начнем начнем с вами домик для этого планируется красочка коричневая желтая смешиваться и белила значит я собираюсь сейчас палитру свою вот эту вытереть потому что мне на ней работать удобно но я не хочу чтобы у меня вот этот голубой цвет его остатки подмешивались моим новым краскам то есть зеленый и красный и так палитру я как видите почистила предупреждая вопросы о том чем я отмываю кисти или чищу палитру я вам покажу сразу я пользуюсь вот такими салфетками хозяйственными универсальными для мытья кистей рук и так далее я пользуюсь вот таким мылом это и фраше я обнаружила что она шикарно просто шикарно удаляет масло для мастихина вот тоже самое да просто беру и мастихин вытираю то есть мыть его не нужно берем краску желтую вот она красочка не расслаивается так давайте мы возьмем это сиена жженая вот она их можно в принципе выдавить достаточное количество они нам много где еще понадобится и наши белила конечно же куда без них готова значит этой краски нам нужно небольшое количество небольшое писать я буду кистью потому что мастихином здесь делать нечего возьмем белой краски так немножко немножко коричневой краски и совсем чуть-чуть вот тоже чуть-чуть желтой краски и мы получили вот такой некий кремовый цвет кремовый цвет и мы будем писать домик на свету старайтесь ничего не пропускать так я вижу сейчас здесь есть подробная инструкция где что идет вот эта часть светлая вот она я ее аккуратненько прокрашиваю и эта часть светлая тоже вот так следующая светлая часть это вот здесь туда попала немножко голубого но это совсем микроскопическое количество так что на него можно не обращать внимание так и спокойно кисточкой маслица выкладываете заполняете все пространство которые должны быть у нас этим домиком вот так и еще вот здесь на этом светлые части у нас закончились у домика нашего бежевого у нас есть еще теневая сторона мы добавляем сиены жженый не добавляйте очень много потому что нам еще с вами крышу делать которая будет еще темнее вот я сделаю какой-то наверное такой цвет и чуть-чуть добавлю желтенького то он получился какой-то очень розовый мне надо именно такой кирпичный даже не кирпичный вы знаете там я смотрела фотографии так теперь мы с вами тень красить тень закрашиваем я смотрела фотографии там материал используется это какой-то не знаю то ли песчаник ну вот он такой светлый но кстати для тени для тени вы знаете хочется даже и потемнее и темнее плюхнуть вот так вот поактивней тенечку то сделать солнечный свет если мы ой вот вляпалась в голубой цвет немедленно рукой внимательная такая кошмар так дальше красим не отвлекаемся у нас темный вот здесь вот эта полосочка это угол нашего дома вот он так хорошо и давайте дальше здесь конечно мастихином очень трудно было бы делать потому что маленький формат в этом маленьком формате крохотный домик в общем конечно здесь удобно кистью а небо небо мне очень нравится мастихийно выкладывать спокойненько не торопясь как видите цвет здесь однотонный никакого здесь никакой сложности там со смешиванием или еще чем-то именно на самой работе нет смешиваете цвет один раз и как только он вам нравится вы его используете на всей области в этом смысле рисун рисунок вот этот в наборе мне понравился он не сложен в работе в работе получается красивым вообще там было много достойных сюжетов я с трудом просто с трудом заставила себя выбрать один потому что потому что надо было только один столько планов на самом деле на этот год который вот начался только хочется с вами всякого интересного сделать а ведь если я как мой хомяк разойдется как на запасу себе потом будет только вам масло показывать а хочется же разнообразие правда но правда работа будет сохнуть долго три недели за три недели у вас будет масса возможностей все исправления я вообще рекомендую делать в течение первой недели у меня дома есть крючки где у меня сохнут мои масляные работы на стенках и если я вижу там что что-то мне не нравится я просто исправляю тут же пока она висит и высыхает у меня на стене поэтому если вы вешаете на какие-то специальные крепления вашей работы то позаботьтесь об этом заранее то есть до того как вы начинаете картину выполнять маслом вы сначала сделайте ей крепление домик меня готов далее предполагаются наверное а вот посмотрите вот не очень хорошее крепление кисточки так масло я вытру давайте посмотрим что у нас идет шагом номер пять мы уже с вами подошли к шагу номер пять фото вот у нас шаг номер пять и мы приступаем к мы приступаем к окошком вот они деревьям но на самом деле самом деле мне очень хочется закончить крыши и окошки про который здесь речи не идет значит мне очень нравится окошки вообще синие скажу вам по секрету там в провансе очень любят ставни красить в синий цвет вот и кто наверное там был или смотрел фотографии вы наверное обращали внимание что там много 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 этих разнообразных ставен так я возьму немножко отсюда белого сделаю цвет окошек цвет окошек должен быть темнее цвета неба темнее цвета неба и я сделаю окошки ставеньки голубые вот так вы можете делать по эскизу то есть там они коричневые и по моему одну вот здесь еще торчит под елкой я не уверена до торчит под елкой вот здесь еще одно окно вот он с этой стороны окна не могут быть такими же светлыми поэтому я добавлю коричневой краски такой получился какой-то темный оттенок но он сюда вполне подходит такие окошки в тени кисточка большая поэтому тут не до каких-то мелочей мне в принципе ее хватает на то чтобы выписать окошечки выложить так и сделать на них тенюшки я просто ставлю такие прямые черточки коричневой краской как бы создавая там козыречки или там не знаю что то вот такое здесь на самом деле тоже эти козыречки нужны и так как у нас с вами день солнечный то там могут быть достаточно резкие тени у нас есть еще тень под крышей тень под крышей я возьму сиену обыкновенную то есть не разбавленную и проложу сначала теньку вот так и с этой стороны тоже теньку аккуратненько вот так и здесь в самом конце крышу выведу уже просто одной этой краской здесь нет необходимости что-то там еще придумывать значит сама по себе крыша крыша я думаю что давайте-ка полистаем где у нас появляется сама крыша она появляется только вот здесь мне кажется что это неправильно то есть она она должна у нас быть уже под деревья для крыши требуется красная краска я думаю именно поэтому вся загвоздка здесь в том что она появляется довольно поздно открывается мы возьмем капельку красного капельку и крышу напишем с вами сразу я здесь есть остатки бежевый вот я с помощью нее такую какую-то такую сделаю оранжевата я смешала желтый и красный и крышу все-таки положу вот прямо сейчас вот прямо сейчас положу вот она наша крыша готова с этой стороны крыша соответственно темнее темнее поэтому здесь я беру просто сиену вот так и чтобы отбить вот эту кромку вот здесь я возьму немножко красный просто проведу здесь красной краской видно вам да вот и все крыша готова и никаких там исхищрений не надо делать ее потом все домиком закончили переходим с вами к зелени для зелени смотрим вот они наши домики для зелени нам необходимо красочка зеленая чтобы нам зеленую краску сделать мы должны взять синюю вот она желтую смешать их вместе так я покажу вам на весу потому что я боюсь что вам по-другому не видно так вот она зеленая да видно это желтая и синяя вот так вот все просто вот этот цвет так как деревьев у меня достаточно много такого количества краски совершенно точно недостаточно я беру вот практически весь и всего что здесь выдавила и практически весь желтый постараюсь взять потому что цвет на свету должен быть в основном желтый вот такой хороший красивый зеленый цвет я очень люблю писать зелень мастихинами давайте мы попробуем одно из деревьев написать мастихином и одно из деревьев написать кистью посмотрим в чем отличие значит чтобы написать дерево мастихином я возьму вот это отдельно стоящее дерево я так это отдельно стоящее дерево брать не будем возьмем вот это потому что за этими деревьями нам еще сначала кусты надо написать потому что все должно здесь выкладываться постепенно значит я беру желтую краску которая у нас свет и выкладываю вот так вот вдоль так дальше желтенькую красочку вот я выложила аккуратно вдоль то достаточно количество я думаю теперь я выкладываю красочку зеленую и и я начинаю выкладывать не доходя кто в краев не доходя до краев вот здесь в серединке и еще меня подогнутый мастихин так как мне уже приходилось писать маленькие работы вот поэтому это у меня мастихин специально для маленьких работ для крохотных так и вот так выложили масло теперь чтобы создать тень чтобы создать тень вот здесь коричневый подойдет поэтому я его выкладываю небольшим рядочком вот здесь вот так теперь после того как масло выложено значит я начинаю его затаптывать носиком мастихина таптывать зеленый желтый у меня получается вот такое вот достаточно фактурное дерево да я надеюсь что видно потому что смешивается зеленый и желтый цвет вот так замешали и замешали до верха масло тянется такими иголочками вот и дает эффект листвы теперь темная сторона теневая сторона замешивается коричневый и зеленый мне нужно еще зеленого здесь взять потому что здесь я не могу сразу рассчитать количество масла которое требуется так и еще коричневого где-то может больше до уходить отсюда где-то меньше но обязательно в принципе закрывается стык с небом то есть это главное стык с небом необходимо закрыть не знаю больше зелененького добавить где-то можно больше желтенького затоптать еще можно больше желтенького затоптать ну и здесь до конца надо выложить зеленый вот так потом можно подкорректировать свет допустим с помощью белил то есть вот я белил беру на кончик да и прохожусь там где по моему мнению у этого дерева должен быть свет но все такими же точно движениями видите такими как бы чпок 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 и все масло становится игольчатым прямо игольчатым и дает фактуру как будто бы это у вас зелень мы написали некое дерево мастихином теперь предлагаю сделать то же самое с помощью масло кисточки значит можно мастихинистые деревья тоже подправлять то есть кисточкой можно подправлять если вы хотите что-то добавить более четко более точно да где-то чтобы у вас масло зашло лучше где-то там подсмешалась тут меня торчат какие-то желтые артефакты форму придать ему более там интересную какую-то здесь вершинку можно продлить ну вот так следующий куст то есть следующий этот тополь мы с вами напишем кисточкой фактически все то же самое вы не наносите маслом то есть не красите просто как морковку это дерево вы его должны покрасить легкими движениями чтобы именно создать у него фактуру листву форму и кисточкой вот пожалуйста да все немножко белил добавила и крашу в принципе как учат красить елочки или там любые деревца в детском саду и у вас из вот этих красок вполне приличное дерево получается вот она в принципе даже мне здесь больше нравится чем мастихинистая с этой стороны чтобы создать тень я набрала коричневую краску и вот местами местами прокладываю красочку коричневую так вытерла салфеточкой масло влажный набрала снова зелененького снова зелененького и прямо вот так поверх положила где-то у меня больше коричневый проявится где-то меньше но все в целом выглядит пушисто и объемно где хотите тень больше пожалуйста делайте тень больше вот и все наши деревца готова значит так как это дерево мне нравится больше на данный момент то я и вот это дерево тоже немножко пройдусь кисточкой как бы запилю его до видите я кисточкой придаю такие движения и вот здесь так как у меня не очень хорошо получился здесь стык такой недостаточно хаотичный то я вот добавлю немножко коричневого вот так и где-то немножко беленького светленького как бы блеска листвы вот так вот то что кисточка отваливается это конечно мне не нравится мне это не очень удобно при вытирание кисти так и здесь немножко верхушку засветили вот у нас получилось два деревца два деревца вот давайте перейдем как кисточка деревья мне сейчас нравится делать больше то я продолжу работать кистью значит прокладываем немножко желтого и здесь немножко желтого так дальше поехали зелененький и здесь зелененький кончиком кисти кончиком кисти я возю к и у меня получаются вот такие вот формы заостренные к верху и не забываем что у нас сверху здесь свет должен быть на верхушечках обязательно иначе нам не удастся с вами создать ощущение именно таких солнечных деревьев а погоду хочется написать солнечную впрочем тоже можно написать но честно говоря мне муры погоды за окошком и так много поэтому хмурую писать не хочется так зеленый цвет кстати намешался весьма и весьма красивый очень красивый вот очень мне нравится здесь производитель советует здесь такой небольшой контр блик сделать и светленький но я воспользуюсь советом а вот здесь вот вот здесь чтобы отделить одно дерево от другого мы наоборот проложим денежку коричневым вот коричневым и зелененьким сверху у вас смешавшись все это вся эта красота на видите дает вам некую тень действительно создает здесь тоже добавили так здесь добавили как только мы положим достаточное количество масла достаточное количество то ему можно будет придать форму вот масло не жалейте потому что это материал который поддается хорошей такому хорошему формированию именно по форме того что вы пишете только если вы положили его достаточное количество если вы его жалеете кладете мало то у вас она не будет вот так свободно давать себя и так повернуть и так повернуть то есть должно быть определенное количество именно самого масла быть положено чтобы дать возможность его потом вот в такой кустик напилить то что называется дай кисточкой здесь есть тенью внизу тень я проложу коричневым и здесь такую большую создам так и здесь у нас есть и тень вот так вот так импрессионисты конечно любит синее в тенях я наверно тоже люблю в синее в тенях но не в этот раз потому что больше всего я люблю когда в тенях не не коричневая а просто и не синие а просто лежит чистый цвет не разбавленный белилами так дальше у нас вот эти деревья они требуют меньшей проработки просто потому что они стоят вдали поэтому мы не должны с вами уделять им столько же внимания как впереди стоящим иначе они вот эти деревья сзади попрут у нас вперед поэтому если вот эти вы прописали очень хорошо то деревья заднего плана также хорошо не нужно нужно их дать более такими общими такими общими формами да я даже их видите сделала более как сказать более такими ушедшими в дынку делаю я просто вот видно да набила свет здесь набилось цвет на свет свет на соседнем дереве кисточкой шлёп 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 так набила свет на цветом мы работаем с вами сейчас одним этот цвет зеленый 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 белый желтый поэтому нет никакой нужды кисточки мыть или что-то еще с ними там делает дополнительное потому что чем это отличается как раз от акрила тем что мы с вами именно нет нужды нам кисточку спала со споласкивать много или много ее мыть вытирать что цвет один на кисти всегда такие красивые у меня там где-то вдалеке создаются деревца тень я им еще да да вот здесь добавлю естественно здесь сейчас мы тень напишем старайтесь не делать их очень равномерно такими как из магазина одного с одной фабрики есть они должны быть где-то всегда у деревьев где-то что-то вылезает где-то там может быть одно дерево чуть толще другой тоньше то есть в них должна быть природная хаотичность да по крайней мере мне так кажется хотя есть французские парки которые настолько красиво и ровно везде все причесаны что даже даже не интересно не знаю я не я я большой любитель пейзажных парков на самом деле коих в ленобласти огромное количество и я небольшой поклонник французских парков все значит здесь сразу можно сделать ножки ножички деревьев спереди ножки темно-коричневые естественно достаточно темные вот так и эта ножка так и эта ножка вот так и эта ножка все ножки поставили у деревьев вдали ножки могут быть светлее и зеленее здесь имеет место воздушная перспектива закону воздушной перспективы у нас чем дальше от нас объект находится тем больше мы видим наложение воздуха то есть именно толщины воздуха на этот предмет таким образом с удалением он будет голубее и светлее вот поэтому у меня ножки вот такие видите там с удалением они их все меньше и меньше видно и соответственно деревья чтобы они у нас уходили вдаль они тоже могут быть где-то туда же такими достаточно светлыми где-то я хочу подсветить верхушки также как и здесь я делаю это просто белилами просто белилами ставлю их достаточно выпукло видно да масло в отличие от акрила не теряет объем поэтому она у вас все что вы поставите вот такими выпуклыми именно фактурными мазочками она таким фактурным и останется вот мне хочется немножко денег здесь добавить в этих ножек но не сильно сильно я вот прям буквально боковинкой провожу чтобы именно не лишить наши деревца воздушности вот так этими в принципе я вполне довольна здесь хочется немножко зелененького добавить вот так что у нас с вами осталось у нас с вами осталось наверное вот здесь надо такого вот так нас остались вот эти кусты и вот эти дали вот эти дали с ними конечно надо разбираться эти деревья мы написали это шаг 5 мы переходим к шагу 6 для того чтобы вот это дерево написать сначала надо написать за ним за вот этим деревом предлагается брать туда больше коричневой и желтой краски чтобы они получились у нас такие более бурые что ли даже не знаю мне возможно хочется сделать их более желтыми поэтому я свет сюда кладу вот такую краску фактически это желтый смеси с белым кладу достаточно видите грубо выкладываю красочку вот сюда везде где у нас нарисованы картинки картинки то есть шапочки вот эти и вот сюда где-то зелененький попал это не беда и сюда то есть свет с вами выкладываем сюда где еще свет вот здесь сюда на всю протяженность сделали так также у нас есть еще вот эта часть вот он а там как-то вдаль уйдет мы ее сейчас сразу здесь вдаль введем и забудем они она нам не очень интересно вот и все там какие-то дали у нас не важно так мы с вами разбираемся вот здесь дальше мы с вами должны положить зеленый цвет зеленый цвет идет следующим за желтым вот он раз выложился стараюсь не смешивать с желтым светом сначала создадим форму кустика надеюсь что к тому моменту как вы со мной вместе подошли к написанию этих деревьев вы уже больше освоились с материалом как с маслом как с материалом и меньше боитесь экспериментов с ними то есть можно выкладывать здесь разнообразно масло и такое сякое вылепливать форму вот так вылепливать форму и значит после того как масло нанесено мы с вами его растаптываем кисточкой вот так придавая ему видите более однородность как бы замешивая его кистью и вот мы получаем некие кустики вот так все теперь маслица много я могу здесь создать более такие красивости какие-нибудь синий цвет видите сейчас попал в тень в принципе смотрится красиво яркенько вообще синие тени красиво смотрится такой зеленый становится более изумрудный что ли так теперь этот кустик замешали теперь этот кустик я вот эту краску с большим количеством синего прокладываю в тени там где у меня в этом дереве куртинки показаны были ну и вот мы с вами создали некие деревца надо обязательно естественно прокрасить чтобы не было проблесков проблесков холста вот так где-то можно беленького добавить по моему получились живенькие симпатичные кустики значит чтобы они у нас приобрели глубину больше мы должны добавить им и коричневого в тени я взяла на кисточку немножко коричневого и штрихообразными движениями добавляю где-то это веточки где-то какие-то такие проблески коричневого но легкими движениями легкими не мажьте прямо густо вот и мы получаем какие-то вот такие кустики так здесь у меня куст подходит вот сюда так обязательно надо все состыковать чтобы нигде ничего не просвечивала вот здесь тоже зеленый идет за вот этим деревом вот но тогда здесь беленького надо немножко положить чтобы он был такой освещённый освещённый кустик вот здесь у нас вылез немножко этот кустик вот так желтым цветом мне нравится мне кажется что смотрится очень красиво и солнечно такая красивая солнечная листва получается видно что движение которое я использую для затаптывания красочки они такие знаете как как шлейная машинка тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык вот здесь чтобы создать именно свет я проложу больше желтой краски больше желтой краски и в горизонтальном направлении это будет значить что там у меня лужки лужки вдаль ушли луга где-то больше серебрятся деревья где-то хочется там пожелтее проложить здесь уже чисто ваш ваш вкус как чего вы хотите добиться там от формы деревьев от самой структуры но мне в принципе нравится нравится как они получились нам нужен желтый свет кисточку я протерла салфеткой чтобы мне там не мешался лишний вот так выложили взяли зелененького замешали вот так не очень сильно до замешали ох уж эта кисточка так давайте в эту сторону вытянем тоже коричневый в тени и вниз вот такой много взяла много быть не должно если вы будете злоупотреблять коричневым и класть его слишком много то работа может выглядеть грязной поэтому этим цветом не переувлекайтесь в смеси с зеленым именно потому что он дает такую грязноту некрасивую ну то есть может дать вот поэтому не допускайте ну вот деревце мы с вами тоже дописали как-то здесь можно его немножко вот так ну и ствол конечно здесь надо написать темным достаточно вот чтобы он у нас не сливался с окружающим пространством на этом друзья мои первый этап работы завершен окончание создания картины «Маковые поля» смотрите пожалуйста во второй части мастер-класса с вами была Федорова Катя и раскраски.ру всем удачи! 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 удачи-ка удачи! как